В зале районной администрации жители центра Сочи из-за вокзального района. Каждый на традиционный сход граждан пришел со своим вопросом. Одних волнует схема организации дорожного движения, других – вопросы ЖКХ, третьих – незаконное строительство. Одна из проблем, с которой жители ареды обратились к главе – недострой на улице Догомысская. Здесь по давнему проекту должно было появиться медучилище. Позже здание хотели достроить РЖД. Итог – многоэтажная стройка заброшена уже много лет. И теперь, наконец, судьба бетонной коробки решена. На этом месте появится школа, заявил Пахомов. Согласно генерального плана будет обозначена школа. И поэтому тому, кто там имеет свой земельный участок, будет выплачена просто компенсация из бюджета города за то, что у него был земельный участок, а воспользоваться он не может. И поэтому там мы будем строить школу. И это осознанная необходимость. Больше где-то строить школу нет возможности. Планы на дальнюю перспективу – строительство школы и детского сада на тоннельные. Но только после переселения аварийного фонда и строительства жилья для переселенцев. Но и за ближайшие пять лет в центральном районе Сочи планируют построить еще две школы на Виноградной и Первомайской. А вот эта сочинка подняла на сходе тему незаконной рекламы. Наш город заклеивается всяческой рекламой. Их не остановить. Я вот хожу утром в пробежке, вечером в пробежке. Я собираю эти, уничтожаю, взрываю. Борьбой с расклещиками объявлений местные власти вместе с полицией занимаются постоянно, отметил Пахомов. Один из недавних примеров – в Сочи были задержаны риэлторы, которые где попало расклеили объявление, написаны от руки. Ими уже занимается полиция. И к ответственности обязательно будут привлечены не только сами расклещики, но и агентства недвижимости. Еще одна важная тема – это борьба за чистоту городских улиц. Пахомов потребовал привести в порядок все контейнерные площадки и продолжать проект по переносу мусорных баков во дворы. Также мэр напомнил, что скоро проблема утилизации мусора в Сочи останется в прошлом. Благодаря нашим трудам и благодаря тому, что наш депутат Затулин побывал, по сути дела, во всех коридорах власти, мы имеем возможность, что рост тех, наряду с реализацией тех пяти заводов мусороперерабатывающих, которые есть, три – Подмосковья, один – Казани, пятый – у нас, а шестой будет в Тимрюке. Значит, мы пятый завод, который будет строиться. Подобные заводы уже много лет работают в Европе. Это, например, мусороперерабатывающий завод в самом центре Вены. В здании, выполненном в необычном архитектурном стиле, не только перерабатывают мусор. Здесь проводятся выставки и фестивали. Это популярный туристический объект. Он перерабатывает более 200 тонн мусора в год и еще подает тепло в 60 тысяч квартир. Подобный завод 2021 года построят и в Сочи. Предполагаемая мощность – 550 тысяч тонн мусора в год. Сегодня из города выводится порядка 350 тысяч. Завод будет построен в Лазаревском районе. По расчетам специалистов, количество попадающих в окружающую среду вредных веществ на курорте снизится более чем 140 раз. Елена Овсец, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.